Весь апрель жители и власти муниципалитета наводили в округе чистоту и порядок. Убирали мусор, старые листья и сухие ветки во дворах и общественных пространствах. Ну а финальным аккордом марафона благоустройства стал Всероссийский субботник, помешать которому не смогла даже непогода. В торжественной обстановке первый заместитель главы городского округа Красногорск Наталья Тимошина дала старт мероприятию в городском парке, отметив, что, судя по количеству собравшихся, в нашем городе живут самые любящие свой округ люди. Самое главное, мне кажется, никогда не унывать, верить в то, что мы не просто так вышли, а вышли для того, чтобы сделать наш город краше, чище. Ну, дождь весенний, наверное, все, что сегодня будет высажено, абсолютно точно примется. И самое главное, верить в то, что мы все вместе здесь объединились. Ну а каша, чай абсолютно точно спасут наше настроение. У нас сегодня на все площадки, даже дети, несмотря на непогоду, вышли сегодня на субботник. Наталья Сергеевна с коллегами приняла участие в высадке цветов на центральной клумбе парка. Творческие коллективы подбадривали участников субботника задорными песнями. Рядом работала полевая кухня и чайная станция, оказавшаяся особенно востребованной. Все, кто этим пасмурным утром пришли в городской парк, стремились к одному – внести частичку своего труда в одно общее и очень важное дело. Есть поговорка «У природы нет плохой погоды». Поэтому, несмотря на дождливость, сегодня собрались в центральном парке городского округа Красногорска активисты, администрации, наши единомышленники, единороссы, совет депутатов городского округа Красногорска, чтобы вложить частичку, ну и в любом случае зарядить настроением позитивом. Люблю чистоту, хочется в парке, чтобы было красиво, чисто. Здесь город замечательный, зеленый, поэтому гуляешь всегда с удовольствием, любуемся цветочками, птички поют зеленую. Не только уборка, но и озеленение обязательно проводится на территории округа и каждой парковой территории весной. И этот год не стал исключением. Четвертый и завершающий субботник проводился на 17 площадках по всему муниципалитету. Сегодня на территории городского округа Красногорска во всех парках мы сажаем наши растения. Где-то мы сажаем цветы, мы сегодня высадим более двух тысяч цветов. А по остальным паркам мы сажаем деревья. Это клён, липа, ель. А также в двух парках мы сажаем красный клён. Все будет высажено в парках больше 800 деревьев. Наши рабочие дальше будут уже за ними ухаживать, поливать, подвязывать. Помимо этого на Ивановских прудах и в Сказочном был высажен общественный огород. Александр с внуком Ильей пришли помочь в один из своих любимых парков – детский городок. Сегодня мы уже посадили две липы, два клёна. Их надо сажать деревья, чтобы леса были зелёные и чтобы всё было хорошо в природе. Он гуляет часто со своим младшим братиком. И зимой, и летом, и весной приходим сюда. Я так вообще с такого возраста всё помню. Здесь был не просто детский городок, а пионерский лагерь, такого дневного пребывания. Всё это знакомо с самого-самого раннего детства. Стараемся поддерживать, чтобы здесь было приятно находиться, отдыхать. Пусть дети растут и радуются, следующее поколение пусть подрастает, а потом и они включатся в работу. Самых маленьких гостей детского городка аниматоры учили игре в боулинг. И отдельным приятным событием стало открытие сезона фонтанов, которые будут дарить свежесть посетителям до первых осенних заморозков. Сегодня в 20 часов мы включаем все фонтаны, находящиеся на территории городского города Красногорск. У нас семь фонтанов, четыре из них на территории парков. Это наши изюминки. У нас есть три плавающих фонтана, два из них на территории Иванских прудов, один возле ДК Апалиха на Палевском пруду. И очень интересный фонтан расположен в детском городке Сказочный. Детишке им очень нравится. Иногда мы туда запускаем черепашек, и дети приходят, любуются красотами. Как в детском городке, так и на Ивановских прудах разместили просветительскую выставку «Самоучитель по экологии». Для всех желающих в кофейне провели мастер-класс по декорированию кормушек для птиц. А у прудов работала ярмарка изделий ручной работы от красногорских рукодельниц. Сегодня у нас всероссийский субботник, городской окружной субботник, областной субботник, и, конечно же, акция «День добрых дел». Несмотря на то, что погода сегодня не особенно нас порадовала, мы все равно на площадке, у нас музыкально, у нас весело, у нас проходят мастер-классы, мы раскрасываем скворечники, мы поем песни под гитару, мы посадили общественный огород. И смотрите, солнце, конечно, не вышло, но дождик прекратился. Это нашими добрыми руками сделано. По итогам апрельских субботников в округе, кроме самого города, уборка проведена во всех территориальных отделах – на Хабино, Отрадненском, Ильинском, Павшинской пойме по более чем 300 адресам. В акции приняли участие свыше 19 тысяч человек, которые собрали более 8,5 тысяч мешков мусора, сделав мир вокруг себя более экологичным, красивым и благоустроенным.